В эфире программа ДПС на УТС. В студии работает Александр Попов. Здравствуйте! Смотрите сегодня. Невнимательность и неоправданная спешка. Новосибирский водитель сбил школьника на пешеходном переходе. Опасный маневр и полная остановка движения. На мосту в Искитиме столкнулись сразу три машины. В нарушении всех норм и правил. Мастер пустил локомотив прямо на ремонтную бригаду. А начинаем с серьезного дорожно-транспортного инцидента, который произошел в соседней Томской области. Накануне там разбилась бригада медиков, спешащая на вызов к пациентке. Шофер грузовика, выезжая со второстепенной, протаранил машину скорой помощи. От сильнейшего удара та вспыхнула моментально. В машине скорой ехала бригада местного перинатального центра. Торопились к женщине, у которой могли начаться стремительные роды. Случай был серьезный, поэтому приняли решение отправить к пациентке лучших медиков. В ДТП погибли заместитель главврача, зав. отделением реанимации, медсестра, акушерка и водитель. Шофер грузовика получил травмы, но госпитализация не понадобилась. Осмотрев ушибы предполагаемого виновника, коллеги погибших отпустили его домой. Само происшествие вызвало большой общественный резонанс. И к расследованию причин случившегося планируют подключиться сотрудники СК. Руководством следственного управления Следственного комитета России по Томской области инициирована передача материалов проверки о гибели четырех человек в результате ДТП из органов дознания ОМВД России по Томской области в следственные органы Следственного комитета. Но вернемся в Новосибирск. В левобережной части города на Степной улице пострадал ребенок. 11-летний мальчик, соблюдая правила, переходил проезжую часть по нерегулируемому переходу, когда на него внезапно со стороны троллейной налетел Инфинити. Водитель мужчины 1988 года рождения, судя по всему, даже не думал тормозить перед зеброй. Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице. Еще одна серьезная авария произошла на путепроводе в Искитиме. Необдуманный маневр одного из участников движения едва не привел к трагедии. У нас есть видео и самого ДТП, и его последствий. В результате столкнулись Ниссан, Рено и Хенде. Разбитые машины полностью заблокировали мост. Пассажиры общественного транспорта были вынуждены идти по переправе пешком, а остальные водители дожидались, когда происшествие зафиксируют инспекторы, дорогу расчистят и движение будет восстановлено. Чудом обошлось без погибших на железной дороге. Там же, в Искитимском районе, 67-летний мужчина попал под колеса состава и выжил. Подъезжая к станции, машинист локомотивной бригады заметил человека, идущего слишком близко к путям. Он начал сигналить и применил экстренное торможение. Пешеход не реагировал, поэтому наезда избежать не удалось. Пострадавший сейчас в больнице. Другой инцидент на железной дороге на днях будут разбирать в суде. К уголовной ответственности привлекут бывшего дорожного мастера, который пустил состав прямо на людей, ремонтирующих рельсы. Следствием установлено, что 14 мая 2022 года в ночное время бригада в составе монтеров пути, сигналиста, а также локомотивной бригады под руководством фигуранта производили работы по демонтажу и укладке железнодорожного полотна на участке местности, расположенном на втором пути закрытого перегона станции Кожурла «Блокпост». ЧП произошло на территории Убинского района Новосибирской области. Отвечающий за участок мастер дал команду машинисту локомотива начать движение. В непроглядной ночной тьме тут не заметил бригаду рабочих. В тот момент в колее ремонтируемого пути находились два человека. Следком на транспорте возбудил уголовное дело по статье «Нарушение техники безопасности, повлекшее тягушки и последствия». Произошло столкновение с поездом, в ходе которого находящийся в колее ремонтированном пути работник погиб. Второй получил травму, повлекшую причинение тяжкого вреда его здоровью. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Барабинский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу. Накануне прямо в центре города на Красном проспекте автомобилисты устроили непроизвольный флешмоб. Они выстроились в длинный паровозик, полностью перекрыв одну из полос. Что этому предшествовало, пока доподлинно неизвестно, однако вывод сделать несложно. Водители восьми машин не соблюдали дистанцию до попуток в условиях гололеда. В итоге случилось нелепое ДТП. В шеренге оказались Лексус, Ниссан, Пежо, Киа, Хенде, парочка Митсубиши и Порш Каен. Массовая авария обошлась без пострадавших, а вот транспорт чинить придется. И к другим темам, связанным с проблемами проезда. Сразу в двух районах Новосибирска ограничат движение транспорта минимум до конца года. В Октябрьском районе из-за ремонта теплотрассы до 30 декабря будут стоять блоки на пересечении улиц Толстого и Маковского. Первую сузят на 2 метра, вторую сразу на 5. Пробки возможны и в Зайльцовском районе. Там на такой же срок частично ограничат движение напротив строящегося дома по адресу аэропорта 1-3. А в завершение программы рубрика «Две беды» это подборка столкновений, которые попали в объективы регистраторов. Будьте внимательны на дороге и учитесь на чужих ошибках. Продолжение следует... И на этом у меня пока все. Если вы стали очевидцем аварии или нарушения, присылайте видеозаписи на почту программы. В студии работал Александр Попов. Соблюдайте ПДД и берегите себя. Оставайтесь на телеканале ОТС. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Базов будем оформлять.